Дорогие зрители, совсем скоро стартует новый сезон АПЛ. Одна из самых вкусных частей футбольного пирога на планете. Само собой мы не смогли обойти вниманием это событие, и сейчас попробуем ответить на его самые интригующие вопросы. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Защитит ли Манчестер Сити чемпионство? Как мы знаем, удержать чемпионство всегда сложнее, чем завоевывать его в первый раз. Главный вопрос золотых медалей – какая команда их заберет? Ливерпуль или Ман-Сити? Ну а наши друзья из OneX подготовили бонусы для всех подписчиков канала по промокоду GOL24 при депозите. Широкая линия на английскую премьер-лигу и другие чемпионаты, профессиональная команда сотрудников – вся информация в закрепленном комментарии под видео. В пользу подопечных Юргена Клопа говорит тот факт, что Сити наверняка сосредоточится на победе в Лиге чемпионов. Этот трофей – первоочередная цель клуба уже не первый год. Если Пеп уступит Ливерпулю национальное первенство и возьмет Лигу чемпионов, ему и слова никто не скажет. В то время как целое поколение болельщиков из Мерсисайда не видело чемпионства своей команды на внутренней арене, а победы в Лиге чемпионов прошлого сезона хватит на пару лет вперед. Однако все знают, что Юрген Клоп скорее кубковый тренер. Ему легче контролировать темп и уровень прессинга в матчах на вылет. Да, опять же, прошлый сезон его команда выдала фантастический, но для Юргена такой сумасшедший набор очков – первый в карьере. В то время как Гвардиола уже который год стабильно работает на дистанции еще со времен Барселоны. Скорее всего, обе команды не смогут повторить футбольные подвиги прошлого сезона, это было бы нечто невероятным. И два года подряд выдавать такие результаты, наверное, противозаконно. Но определенно, с приходом Родри и трансфером Канцеллу у Ман-Сити есть ресурсы, чтобы вновь занять первое место. Как Ливерпуль будет играть без усиления? В отличие от Сити, Ливерпуль этим летом обошелся без серьезных трансферов. Многих поклонников это может напугать, но Клопп уже успел успокоить фанов на пресс-конференции словами, что главное усиление Ливерпуля – это возвращение травмированных игроков. Смотрите сами, после травм вернулись пропустившие почти весь прошлый сезон Окслей, Чемберлен и Лолана. Готовятся вернуться в строй Ловран и Клайн. Подтянулся Гомес, а вообще стоит пройтись по каждой линии. Алисон – стопроцентный первый номер, который своими сейвами принес немало очков в прошлом сезоне. На флангах обороны – Робертсон и Александр Арнольд, которых могут подменить Милнер или Джо Гомес. Последний будет бороться с Матипом за место в паре с Ван Дейком в центре обороны. В качестве подстраховки есть Ловран и Клайн, но это на всякий пожарный. В опорной зоне стопроцентное место в основе будет иметь только Фабинью, который во второй половине сезона начал понимать требования Клопа и усердно их исполнять. За остальные два места развернется чудовищная конкуренция. Окслейд Чемберлен, Лолана, Виналдум, Хендерсон, Кейта, Милнер. Это слабая скамейка! Ну и знаменитая троица в нападении, которая подпирается Шакире, Ориге и тем же Оксом. Важно, что многие игроки этой команды многофункциональны, все отлично знакомы с требованиями Клопа и в новом сезоне предстанут еще более идеальным конструкторам идей Юргена, чем раньше. Уволят ли Лэмпорда? Прошли по главным фаворитам, теперь о других сильнейших соперниках. О Челси Лэмпорда сказать что-то однозначное невозможно, мы просто его не видели в официальных матчах. В Дерби Каунти Лэмпс ставил не гениальный, но прагматичный футбол с акцентом на фланговых форвардов. В Челси у Фрэнка для воплощения идей в жизнь будет целый комплект таких исполнителей, начиная от молодого Мейсона Маунта и заканчивая Педро, Виллианом и потрясающе проявившим себя на сборах Пулешичем. Главный вопрос, насколько изменится система игры без ушедшего в Реал Азара? Скорее всего, она станет более прямолинейной и вертикальной. Мы уверены, что даже в случае провального сезона Лэмпорт сохранит за собой свой пост. Во-первых, Абрамович не рискнет некрасиво расстаться с легендой и любимцем болельщиков. Во-вторых, Челси находится под трансферным баном, не может усилиться, и это в любом случае скажется на результатах. В-третьих, зачем было приглашать наставника, который провел только один сезон на серьезном уровне, если не давать ему время на адаптацию? В общем, мы верим, что Лэмпорт в этом сезоне сохранит за собой свой пост, а определяющий сезон для него начнется через год. Готов ли Тоттенхэм прыгнуть выше головы? Взять чемпионство? Навряд ли. Побороться за место в тройке? Легко. Несмотря на первый серьезный трансфер за последние годы, переход Тангуэн-Дамбеле реально укрепит центр поля. Серьезный скачок по качеству состава Тоттенхэм не сделал. Сейчас в АПЛ есть две команды, которые выше остальных на голову. Другие топы переживают не лучшие времена, потому шпоры легко могут заскочить на призовые места и совместить это с удачным выступлением в Еврокубках. Но опять же, состав нужно тщательнее усиливать. Пока что Арсенал и Манчестер Юнайтед два кота в мешке. Эмью приобрел Магуайра и Ван Бисаку, укрепив оборону. Может расстаться с Полем Пагба. В общем, команда еще не сформирована, и неясно, является ли Сульшер спасителем Манчестера Юнайтед или его прорыв в прошлом сезоне всего лишь с течения обстоятельств. В Арсенале примерно та же история. Да, в прошлом сезоне был резвый старт, но это скорее было исключением, перебором очков. Будет ли Арсенал новой формации сбалансирован и хватит ли ему ресурсов, чтобы зацепиться хотя бы за Лигу Чемпионов – вопрос. Из представителей английских топ-клубов наибольшие шансы на увольнение у Сульшера и Эмери. Им, как никому другому, в новом сезоне предстоит доказывать свою состоятельность. Кто может вас удивить? Мы советуем обратить внимание на Вулверхэмптон, который в прошлом сезоне навел шороху. Их тренер Нуну Ишпириту Санту в прошлом играл за московское Динамо, хорошо дружит с Юрием Семиным, а сейчас строит очень интересную команду, завязанную на молодых игроках. В прошлом сезоне их тащили Рауль Хименес и Рубин Невиш. Сейчас пришли Дэн Донкер, Кутроне и Педру Нету. Но главные козыри волков – мозги их главного тренера, самого прогрессирующего наставника в АПЛ наравне с Шоном Дайчем. А теперь наша традиционная рубрика «Вопрос». В прошлом сезоне АПЛ только один форвард не из топ-6 команд лиги попал в пятерку лучших бомбардиров. Друзья, о ком идет речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч! 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 Продолжение следует...